9.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. На востоке Украины боевики продолжают нападения на украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, не прекращаются попытки штурма Донецкого аэропорта. Обстреляны блокпосты сил АТО, которые охраняют ТЭС в городе Счастье. А также позиции наших силовиков в районе Дебальцево. Террористы устанавливают фугасы на пути следования военной техники и гражданского транспорта. В результате боя с диверсионной группой боевиков в районе Старо-Игнатовки погиб один украинский военнослужащий. Семеро получили ранения. Во время столкновения в Марьинке наши военные ответным огнем убили одного боевика и еще одного ранили. Тем временем руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сообщает, что лидеры боевиков для передвижения используют автомобили с символикой ОБСЕ. По его словам, уже имеется два доказанных факта. Три мирных жителя погибли и четверо ранены в Донецке. В результате обстрела боевиками, сообщает Горсовет, террористы вели огонь. По Киевскому району уничтожили два жилых дома, а также обстреливали Петровский и Кировский районы города. Несмотря на напряженную обстановку, в Донецке велись восстановительные работы. На электросетях возобновлено энергоснабжение Северного водопроводного узла. И вчера, во второй половине дня, боевики обстреляли из Градов со стороны города Кировск, Луганской области, которая находится под контролем самопровозглашенной ЛНР-город «Золотое-3». Об этом сообщили в областном управлении МВД Украины. В результате артообстрела от осколочных ранений скончалась местная жительница, которая находилась возле своего дома. По данному факту открыли уголовное производство. За месяц перемирия боевики нарушили режим прекращения огня 1200 раз. 56 украинских военнослужащих погибли, 316 ранены. Жертвами обстрелов стали 32 мирных жителя. Такие данные обнародовал МИД Украины. Напомню, 5 сентября в Минске трехсторонняя контактная группа подписала с лидерами террористических ДНР и ЛНР протокол о прекращении огня. Украине необходимо восстановить контроль на всех участках российско-украинской границы для выполнения украинскими пограничниками своих функций при мониторинге ОБСЕ, заявил президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава государства также сообщил канцлеру, что 112 грузовиков с гуманитарной помощью из Германии для жителей Донбасса уже на территории Украины. Неотложные меры для предотвращения гуманитарной катастрофы на захваченных террористом территориях Петр Порошенко также обсудил с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд на встрече в Киеве. Стороны также говорили о важности реализации минских договоренностей. Мы абсолютно не имеем никакого прогресса касательно контролируемого Путиным участка российско-украинской границы. Мы думаем, что нуждаемся в большей координации США, ЕС и ОБСЕ. Без закрытия границы будет невозможно остановить конфликт. Мы надеемся, что вы смогли прочувствовать, что ваша личная отвага в борьбе за мир и успехи в прекращении войны были признаны. Евросоюз должен не допустить создания сухопутного коридора между Россией и Крымом. С таким призывом выступила новоизбранная глава европейской дипломатии Федерико Магерини на слушание в Комитете Европарламента по международным делам. По ее словам, Евросоюзу нужно пересмотреть отношения с Россией на следующие пять лет. Политика Москвы в отношении Киева исключает ее как нормального партнера международного сообщества. В случае ухудшения ситуации в Украине, западные страны могут ввести против Федерации новые санкции. Мы приняли санкции, но эффективны ли они были против российской экономики? Да и еще раз да. Мне кажется, российская экономика ощутимо пострадала. То есть были ли меры, избранные нами, эффективны против российской экономики? Да. Повлияли ли они на политическое решение, принимаемое в России? Я думаю, этот вопрос пока открыт. А украинцы должны спросить сами себя, готовы они работать дальше, пытаться выработать политическое решение конфликта. Поэтому моя точка зрения следующая. Нужно поддержать усилия президента Порошенко и согласовывать с Украиной шаги, которые мы принимаем. Украине нужна новая военная доктрина. Об этом заявляют украинские военные эксперты. Документ должен быть построен на долгосрочном прогнозе развития геополитической ситуации и содержать четкие директивы силовому блоку страны в условиях различных угроз безопасности. О том, какой видят специалисты структуру новой военной доктрины, в нашем следующем сюжете. Военная доктрина Украины нуждается в обновлении. Действующий документ был утвержден еще в 2004 году. Его несколько раз редактировали, но кардинальных изменений он так и не претерпел. Для того, чтобы сейчас обновить доктрину, нужно изменить ряд законов. Провести соответствующие процедуры нужно в кратчайшие сроки, считают эксперты. Внести изменения в закон об основах внутренней и внешней политики, которые президент должен перед парламентом представить. Потом мы должны внести изменения в закон о национальной безопасности и обороне. И уже пошли развивать дальше. Все это можно сделать в течение одного дня, если весь этот пакет сделан и утвержден. Чтобы выстроить доктрину заново, необходимо выбрать модель поведения страны в условиях военной угрозы. Затем разработать структуру и распределить обязанности между различными организациями силового блока, считают специалисты. Также необходимо четко разграничить уровень опасностей и объем реагирования на каждую из них. При этом ориентироваться нужно не только на текущие реалии. Куда важнее прогнозировать развитие геополитической ситуации. Чужими руками, как хочешь ее назови. И пытаемся под нее, скажем так, смоделировать вот тот образ сектора безопасности. Это будет неправильно, я сразу говорю. Потому что тот сектор безопасности, который мы создадим на основе вот тех ошибок, которые мы сейчас имеем, мы получим силовые структуры, которые будут настроены на войну прошлого, а не будущего. То есть к будущей войне мы опять окажемся не готовы. Военную доктрину необходимо строить, исходя из имеющихся ресурсов. Здесь важно определить, будет ли Украина выстраивать стратегию безопасности сама или в составе других военных объединений. При этом больше всего нашей стране нужны партнеры в области разработки вооружений и технологий военного назначения, подчеркивают эксперты. Александр Пантелеймонов, Александр Банный, БТБ. Планы Североатлантического альянса по наращиванию военного присутствия в Европе соответствуют международным обязательствам организации и не противоречат основополагающему акту Россия-НАТО от 1997 года. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг. По его словам, альянс заинтересован в конструктивных и основанных на сотрудничестве отношениях с Россией. Однако не откажется от размещения сил быстрого реагирования в странах Восточной Европы. Главная задача НАТО – защита членов блока и поддержка демократически ориентированной на Запад Украины. Одно из самых важных заданий, которое мы должны реализовать – это план повышения боевой готовности, который направлен на усиление наших военных возможностей. Это очень амбициозный план. Он предусматривает увеличение военного контингента, лучшую подготовку наших солдат и более современное техническое обеспечение. Таким образом, реализация плана повышения боевой готовности является частью адаптации НАТО к изменению среды безопасности. Это мой основной вызов, и я собираюсь сосредоточиться на нем вместе с 28 странными союзниками. Гривня может укрепиться на уровне 11,70 за долларах. Об этом заявила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Для этого в первую очередь необходимо стабилизировать ситуацию на Донбассе. Какие меры принимает регулятор для укрепления национальной валюты, узнаете далее. Рыночный курс национальной валюты и его стабилизация – первоочередная задача, говорят в НБУ. Поэтому регулятор принимает часто непопулярные, но крайне необходимые административные ограничения. На ситуацию в значительной мере влияют события на востоке страны. Из-за разрушений на Донбассе Украина теряет более 10% от всего отечественного промышленного производства. Как в такой ситуации сбалансировать финансовую систему, председатель НБУ Валерия Гонтарева обсудит с директором и распорядителем МВФ Кристин Лагард. Встреча состоится в Вашингтоне в эту среду. У меня будет встреча и с Кристин Лагард, и с господином Липтоном, и говорить мы будем как раз об этом. Для того, чтобы нам помочь устранить наши дисбалансы, с тем, чтобы мы за полгода смогли восстановить наш промышленный потенциал. Как только мы его восстановим, мы с Вами однозначно можем думать не про курс, даже 12.95, о котором мы говорим, а снова будем думать про курс как минимум 11.70, как мы это видим. Но для этого нам надо сейчас время. Девальвация гривны сдерживалась на протяжении нескольких лет, напоминает Валерия Гонтарева. На искусственную поддержку курса на уровне 8 гривен за доллар было истрачено 22 миллиарда долларов из золотовалютных резервов страны. Теперь же вся эта накопленная девальвация наложилась на военный конфликт на Востоке, что в свою очередь привело к панике среди населения и оттоку депозитных средств. Сейчас в процессе стабилизации рынка вокруг НБО объединились не только коммерческие банки, но и правоохранительные органы, которые будут жестко пресекать незаконные валютные операции и бороться с черным рынком. Не могу вам сказать, что мы однозначно можем победить в Национальном банке черный рынок. Могу вам сказать, что мы к этому стремимся. И неделю назад именно мы в Национальном банке создали межведомственную группу. Мы позвали всех силовиков. У нас был генеральный прокурор, у нас был глава СБУ, у нас был глава милиции, у нас был финмониторинг, у нас была таможня и налоговая. Потому что только общими силами вместе с нашими правоохранительными органами мы можем это остановить. НБУ запланировал широкомасштабные реформы банковского рынка. Для начала нужно проверить финучреждения на жизнеспособность. И те, которые либо не готовы работать по новым нормативам, либо вообще были в свое время созданы для отмывания денег, с рынка будут выведены. Системные банки регулятор обещает всячески поддерживать в трудное время. К примеру, уже сейчас реструктуризируют стабилизационные кредиты, полученные для поддержания ликвидности в периоды оттока депозитов. Банкиры, в свою очередь, включились в солидарную работу и вместе с регулятором в еженедельном режиме обсуждают дальнейшие шаги по стабилизации рынка. Сейчас главное снять валютный градус, а дальше можно постепенно отучать украинцев от пользования наличкой. Нам надо идти по практике и опыту других стран. Уменьшение наличных операций. Если бы у нас наличные операции проходили в том же объеме, как проходят в странах Европы, или как та же Норвегия, либо Швеция планируют отказаться от наличных денег, то как тогда, мне интересно, можно было бы купить на каком-то другом рынке и проводить операции по другому курсу. Стабилизировать курс гривни также помогают регулярные валютные аукционы. В прошлый четверг регулятор продал банкам 60 миллионов долларов для подкрепления касс и обменных пунктов, чтобы население беспрепятственно могло покупать иностранную валюту. На этой неделе запланированы еще два аукциона на общую сумму 300 миллионов долларов. Один – для удовлетворения потребностей клиентов, второй – для подкрепления банковских касс. Поэтому, если кому-нибудь в кассе банка отказались продать валюту на сумму до 3000 гривен, клиент имеет полное право пожаловаться в НБУ. Ольга Теребинская, Юлия Боднер, Андрей Коваль, Иван Ванько, БТБ. Спасибо, что вы с БТБ. Оставайтесь и далее. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин